Сефа, ну вот мы с тобой обсудили и городские новости, и новости всекрымского масштаба. А вот селам как-то внимания не уделяем, а зря. А ведь там жизнь тоже меняется. Вот в какую сторону? В лучшую или худшую? Я думаю, что нам сейчас расскажут. Ты знаешь, вот скоро им, жителям сел и самим селам, конечно же, внимание будет уделено, потому что сейчас разрабатывается проект «Мое село, бери и делай». И подробнее об этом нам расскажет Дмитрий Зеленский, директор фонда поддержки предпринимательства Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Годнанович, расскажите, пожалуйста, что именно сегодня меняется в селах? Что это за проект? На что он направлен? Мы уже третий раз будем проводить проект «Мое село, бери и делай». И придумали мы его несколько лет назад, когда смотрели статистику и поняли, что сегодня в Крыму 49% населения проживает именно в сельской территории. А всего поселений у нас порядка тысячи. Мы понимаем, что почти 50% тех людей, которые как раз связали свою жизнь с селами, с поселками, с небольшими, соответственно, поселениями. И понимали, что изменить там жизнь и захотеть там остаться можно при нескольких, соответственно, ситуациях. Во-первых, когда ты знаешь, что это село будет развиваться, что впереди есть какие-то перспективные проекты, возможно, стратегические проекты, которые будут попадать в реал этого проживания нескольких, возможно, сельских поселений. А во-вторых, чтобы там как-то бурлила жизнь. И когда мы озадачились этой темой, мы поняли, что особо там никаких не ивентов, никаких мероприятий не проводится. И, конечно, наша основная задача – это развитие малого и среднего бизнеса. Но поняли, что в этом проекте можно сделать, только лишь увязав три группы населения. Это, в первую очередь, бесспорно, предприниматели, которые являются наиболее активными жителями и городов, и сел. Вторая история – это, соответственно, просто активные жители и представители органов местного самоправления. И мы придумали проект, когда сами жители начинают менять внутри села процессы. Ну вот как конкретно? Что для этого нужно? Что для этого нужно? Мы выбрали несколько пилотных территорий. Мы провели для них обучение, проектных команд, когда мы их вместе собрали и показали, что можно привлекать средства через краудфандинг. Можно привлекать средства просто своими усилиями разговаривая с рядом жителей, которые могут вложиться в ту или иную историю. И вещи очень простые. Это маленькие теории о малых дел, маленькие проекты. Был у нас проект, допустим, один из первых. Это село Суворова, которое находится, спутник Армянска. И там, допустим, не была отремонтирована стела в течение 10-15 лет вообще. И, соответственно, конечно, когда мы проезжаем около этого населенного пункта, в виде эту стелу, не факт, что мы заедем в этот населенный пункт и что-то там купим, воду, еще какие-то вещи и оставим там, соответственно, денежку этому предпринимателю. Это номер раз. Вторая тема – это выбрали сами жители. Это сделать, соответственно, убрать площадку, которая была поставлена несколько лет назад, но как-то до нее руки не доходили, а там, в принципе, дети играют каждый день. И знаете, сколько, как вы думаете, сколько лет в этом небольшом поселке, селе, не было праздника села? Я думаю, десятки лет. А был ли вообще? Абсолютно право. 10 лет. 10 лет. Соответственно, да, они выезжают в город рядом, но нет своего какого-то объединяющего мероприятия. И когда мы начали вот в этих смыслах, соответственно, копаться, и с следующих потоков у нас начали появляться новые села, допустим, было такое село Морское. А вы знаете, что из села Морского берет свое начало группа кино, да? И вот у нас в каждом маленьком селе есть свои истории, которыми мы можем тоже гордиться. И когда мы начинаем эти истории, соответственно, разворачивать, распаковывать, и начинаем что-то в них, соответственно, делать, создается вот как раз вот это первое движение. Поэтому мы, получив положительные результаты после первых, соответственно, волн, мы так их назвали, да, еще важно отметить, что мы не просто учим проектные команды, да, мы еще и организуем встречи с различными министерствами, ведомствами, у которых есть программы поддержки. Дмитрий Годнанович, ну, хорошо, я понимаю, что, какая может быть выгода для самих сельчан, да, их село преображается, все этому только радуются. Какая выгода для предпринимателей? Как можно вложиться в село? Оно же никакой доход не дает в итоге. Зачем это бизнесменам? Очень выгода прямая, выгода прямая. Потому что, первое, предпринимателю что нужно? Любой проект, который он начинает, ему нужны кто? Работники. Ему нужны люди, которые будут в этом проекте принимать участие. Если экономически активное население выезжает в город, кто остается работать? Недавно я смотрел хорошее выступление Гузели Санжаповой. Я думал, что мы одни тут все развиваем село. Оказалось, что таких примеров по стране достаточное количество. И это предприниматель, которая начала в своем небольшом селе развивать не только свой бизнес, но и вовлекать в него бабушек, которые начали собирать, соответственно, ягоды. После этого они упаковывают это все в чай, продают, соответственно, сетям и так далее. Смысл в чем? Это возможность, во-первых, сохранить тех людей, которых ты можешь вовлечь в бизнес, это раз. Во-вторых, когда ты создаешь какие-то плюсы, мероприятия, это возможность, чтобы к тебе приедут и поучаствуют, и увидят село, и оставят там, соответственно, тоже какие-то деньги в момент этого мероприятия, в твоем магазинчике, воспользоваться твоими услугами и так далее. И третья история, которая очень важна, которую я вам тоже сказал, это вот если вы едете по трассе, и вы видите покосившийся забор, вы видите разрушенную стеллу, какой шанс, что вы остановитесь около этого населенного пункта? Наверное, невысок, да, потому что вы поедете, о, а вот здесь покрасивее, да, вот здесь вот какой магазинчик аутентичный. Вы говорите непосредственно о развитии самой поселковой территории? Бесспорно, потому что это связаны, почему мы взяли как раз три категории, не просто предпринимателя, который и так развивает свой бизнес, мы вовлекаем в этот процесс еще и активных жителей, и, соответственно, местную поселковую администрацию. Вот я все-таки не могу понять, какая роль активных жителей, что они делают, как они вкладываются. Они участвуют в этом процессе, если мы говорим про праздник... Но они финансовые или каким образом? Нет, они просто своим временем, если мы с вами сейчас, допустим, представим, да, я пусть буду активный житель, вы предприниматель, вы представитель поселковой администрации, мы с вами договорились, что в течение трех месяцев мы с вами проведем детский праздник, мы приведем в порядок несколько объектов, и все, и мы поехали собирать за руки своих друзей, знакомых, искать ресурсы и вместе реализовывать этот проект. Просто одному сложнее, а трем уже, соответственно, веселее, да, и плюс мы друг друга еще и будем поддерживать. Вы будете мне звонить и говорить, Дмитрий, а ты там обещал прийти тогда-то, а что ты не приходишь? А если я один сам по себе, я этот график могу растянуть на годы вперед. Поэтому сейчас мы запустили третью волну, мы получили уже более 15 заявок, пул заявок закончится на 50. В этом году мы возьмем только 50, соответственно, территорий. То есть 50 сел? 50 сел. Поэтому те, кто успеет сейчас заявиться на frbk.ru, оставить свою заявку, он обязательно попадет вот в этот 50, от, соответственно, сел, которые пройдут, первое, обучение, от идеи до реализации, такой будет в этом году курс. Соответственно, мы им поможем, и каким образом нужно привлекать средства, в том числе и краудфандинговые. Мы покажем им варианты примеров, проектов. И тем самым мы сейчас, еще раз повторяю, запускаем вот эту большую машину вовлечения жителей в процесс своей, наверное, выстраивания своей жизни, в том числе в селе. И далее, через встречу, как я вам говорил, с представителями различных министерств, различных ведомств, мы показываем, какие программы есть, в которых может участвовать село. Потому что каждая из программ, она в большинстве своем является заявительной, когда село или район заявляется. Но для этого, еще раз говорю, инициатива нужна, соответственно, снизу. И мы увидели в этом как раз зерно развития не просто села, но и развития предпринимательства. И, возможно, те активные жители, которые примут участие в этих программах, они захотят стать предпринимателями. А в этом им поможет фонд поддержки предпринимательства, дом предпринимателя, где мы от первого шага, от консультации, регистрации бизнеса, финансовой поддержки можем оказать помощь. Как вы сказали, в этом году программа реализовываться будет уже в третий раз. Существует ли статистика? И что можно говорить вообще о статистике прошлых лет? Можно зайти в группу. Вот сегодня я, готовясь ко встрече, просматривал группу ВКонтакте, где как раз те команды, которые уже прошли обучение, выкладывают свои истории реализованных проектов. Их масса на сегодняшний день. Мы уже их не администрируем, потому что они появляются, вот некая там зона для общения. Это и, как я говорил, и детские площадки, это и праздники села, это и восстановление каких-то памятников и так далее, и так далее. То есть, еще раз говорю, мы не ограничиваем те проекты, которые делают наши жители. И итог, вот здесь важно еще отметить, мы будем подводить 6-7 декабря. В эти даты будет у нас проходить ежегодный форум «Деловой Крым», ставший уже традиционным, и мы как раз сделаем отдельную секцию по развитию сельских поселений, и в том числе подведем итоги реализации данного проекта. Будем держать вас в курсе дела, потому что, я думаю, что мы еще и пригласим в момент реализации проектов на территории. Ну, а вот какие самые масштабные проекты удалось осуществить? Ну, вот вы сказали, что начиная от детских площадок, заканчивая стеллами, памятниками. Наверное, это праздники села, на которых собирались сотни людей. Но еще раз повторю, что главная цель этого проекта не супермасштабные дела, а теория малых дел, потому что если будет 10, 20, 30 вот таких маленьких мероприятий, сплачивающих жителей села, то дальше уже выстраивается и другой диалог, когда можно разговаривать и говорить о том, что вот в ближайшее время у вас будет реализоваться большой инвестиционный проект и потребуются такие-таки, такие-таки кадры, да, и люди уже, потому что они готовы и воспринимать информацию, потому что они становятся более активными. Плюс, еще раз повторю, глобальные проекты пойдут дальше, когда эта активная уже группа людей будет говорить о том, что а вот здесь нам нужна, соответственно, площадка. А мы знаем, что министерство, допустим, спорта будет по региону ставить больше 100 спортивных объектов. Вот мы хотим, чтобы он был здесь, давайте мы подготовим под это заявку, давайте мы сходим еще в администрацию районную, их, соответственно, тоже под это дело подключим. Еще раз повторю, что сейчас это первые шаги, первые шаги по запуску вот такого большого, соответственно, проекта, который, еще раз повторю, сейчас, как оказалось, реализуется и в других регионах страны, и в этом есть большая потребность и большая необходимость. Дмитрий Гонданович, спасибо вам за такую интересную беседу. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Зеленский, директор фонда поддержки предпринимательства Республики Крым.